позвонил макс говорит я нашел машину нашей мечты ну что готовы друзья показывать показываю вон она стоит машинка елки-палки бомба вообще слышишь слышь трамблер как в этом я я не знаю она не заводилась вы знаете трамблер как в москвиче бензин поступил пошла рихтовка макс макс не сломай я тебя прошу елки что-то ты жестко с ней пошла починили у меня сердце обливается круги у тебя тоже я по всему спидометр работает друзья есть подымливает но работает смотрите эту красоту настроился поехать он поедет конечно в любом случае просто фантастика а прошлой машине вот эта пробка не откручивалась когда мы покупали и мы просверлили электродрелью и тогда только смогли выкрутить даже залить поменять но ехать 650 км на старом масле куда он доедет поймали давай на новом масле стопы работают это вообще фантастика спасибо огромное созвонимся тогда макс хочет сломать стрелку спидометра скорость скорость какая 89 81 82 это подъем мы уже на горку идем 85 знакомая цифра 85 87 так смотри там впереди останавливается тормози 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 я просто по педаль не промазал это ты блин высаживаешь нас на измену чуть-чуть форс-мажор у нас произошел есть завелся лично так мы тут жестко боремся с пробками запаркована одна полоса это тут стандартное явление если мы сейчас здесь заглокнем то в принципе оттолкну тут ровно включили освещение городское это запорожец начала выпуска я не видел таких геодных подарей да да вон можно за белой да не 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 кричит нормально ага наверное покормить надо ты-то покормил лайки ж поставить не забудьте онлайн идет включайте онлайн на левый берег мы едем сколько ехать янт это креща ну артема поехали поехали подожди давай назад оттолкну я не я назад оттолкну а заводится сейчас подожди надо сейчас мне надо все подключать тут провода стой я сейчас подключаю лишние провода чтобы я мог бежать с онлайном с батареей поможете завестись завестись поможете надо толкнуть да да стартер не работает да только купили только купили да Макс а стоп назад еще давай завелись все спасибо большое завелись друзья все нормально стой 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 про устройство дверь немножко удобная но экстремальная немножко что там макс фары горят фары надо включить мы без фара где Яна да в таком жестком режиме мы ну хорошо не лето перегрева нету смотри впереди свободно как хорошо сейчас может вырвемся куда-то нам на набережную вырваться да там все тоже стоит стоит да по этому меморковной рады может по грушевского да да там гора правда потихоньку спустимся представляете тут не заглохнуть макс макс тут такие манипуляции еще в навигатор смотрит манипуляции с педалями с руками с подсосом по Артема поехали Львовскую площадь или не доехали еще не пойму тормози 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 не могу понять где мы просто немножко обзор ограничен это жестяк да все типа поворачивают налево а нас налево тоже где-то или нет не 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 осторожно пошли так стой 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 что то мы тут не сильно спасло нас сократили тут опять все стоит пороли с перестроением все остановилось правая полоса да трэш просто нереальный в час пик по центру Киева на горбатом который мы только что купили который блин стоял блин с шестнадцатого года это что то неимоверное вообще макс еще попутно смотрит куда что и как так блин красивый тут исторический центр и ведет нас через Сафирскую площадь это короче через елку Руслан Запорожец просто хотел елку посмотреть наверное Запорожец елку посмотреть через площадь ведет это точно через центральную елку Украины Короче, это какое-то... Слышишь, такое специально не придумаешь. Я тебе говорю, это, блин, какая-то... Да, мы так бы не построили. Какая-то комедия реально вообще. Блин, зато... Завелся? Ага. Направо ведет? Да. Посмотрите, какими закоулками, блин, тут... Зато без пробки. Зато без пробки, да. И видно стало хорошо, так. Освещение хорошее. Вороты высоковатые. Макс говорит, 105 градусов показывает. С правой стороны ты ничего не замечаешь. Ёханы, бабай, блин, открываю окно. Подождите, друзья, сейчас вы охренеете. Я сам охреневаю уже. Центральная ёлка Украины, друзья. Ну, это, блин, Запорожец, прикинь, он ещё пару часов назад безнадёжно стоял. Безнадёжно стоял в далёком селе каком-то. А тут он уже на центральной ёлке Украины. Это шок вообще, ты посмотри. Это ж надо такое. Это вам как под заказ, друзья. Софиевская площадь. Куда ведёт? Налево? А, это мы объехали, да, получается, пробку. Смотрите, какая красота. И мы едем, блин. Сейчас я вам покажу. Я здесь, да. Макс тоже здесь. Да, вот это... Вот это контент. Неожиданный. Кажется, Запорожец вписывается в интерьер. В шоковом состоянии мы находимся. Пару раз уже чуть не вклепались, блин, раза три, блин, примерно. Где-то возле шокового состояния, да? Ну, такое. Ну, слышишь, с открытым окном, сейчас я покажу. Вот так с открытым окном нормально, вот. Очень удобно даже. Не знаю, тут плохо видно. Ну, видно вот так. Ну, открыто, рука лежит. И всё чётко. Макс продолжает мониторить маршрут. Мы едем. Человек улыбается. Человек доволен, как мы едем, пока стоим. Ну, чем хороша машина, что один человек её руками может заводить. Ну, я зелёную мечту иногда тоже могу заводить один, когда прогретая. Она на маленьких не работает. Она на маленьких плохо работает. Ну, свечи, провода, трамблёр. У нас это всё должно быть, надо поискать. Там у нас два ящика, не два ящика, а восемь ящиков. И ещё там три ждёт. Запчастей можно будет подкапиталить это всё. Стартер починить надо. Без стартера, конечно, не очень хорошо. Первую машину, которую я купил, я с этого места гнал её, Макс. Вот по той улице, где мы ехали, понял, где мы повернули направо. Там рядом театральный институт. Ну, на параллельной, грубо говоря, ну, вообще, как бы на соседней улице. Я купил первый свой москвич. И вот тут ехал по Артёма, смотри, вот тут по Артёма. И потом вниз, там ещё, где БТИ, где музей Ленина, бывший, европейский дом. Там было разрешено движение. Это был девяносто... Ой, друзья, сейчас скажу, девяносто третий год. Да, девяносто третий год. У меня права только на мотоцикл тогда были ещё. Ну, я ездить теоретически знал как, но практически не ездил. Очень было страшно. Сто двадцать третий Мерседес передо мной ехал, такого зелёно-оливкового цвета. И там очень крутой спуск. Там, где Саакашвили, кстати, кто помнит, когда его там отбивали у мусоров в далёком семнадцатом, наверное, или восемнадцатом году, не помню в каком. И там, вот именно по той улице я спускался. Мерседес этот впереди очень страшно было. Ну, чётко ехали вот по этому же маршруту. Это же надо такое совпадение. Москве 408-й был. Ну, двенадцатый с восьмым двигателем. Ну, в таком состоянии мрачном. Михайловская улица. Да, тут БМВ когда-то станция или офис был, я не помню. Спускаемся по Михайловской на Майдан. Ёлки-палки. Это жестяк. Стреляем, газуем. Сейчас покажу вам без лобового. Так лучше видно, наверное. Вот он, Майдан. Вот он и Майдан, друзья. Сердце столицы. С глухого забитого села. Ну, не сильно глухого, но неважно. Мы попали в центр. И вот он, Майданной залежности. Прямо перед нами улица Институтская. Арка. Блюстители порядка, так называемые. Смотрите, как красиво. Стелла. Всё тут. Так, нам тут налево ж, да? Осторожно. Сильно не гасует. Налево. Главпочтам. Вот отсюда все исчисления идут. Километража от столицы до любого населенного пункта. И вот Институтская впереди. И по Киеву ночному погуляли. Жесть. Вот это пробки. Да, события тут были жёсткие, конечно. Ну и прямо Европейская площадь. Слева Европейский дом, бывший музей Ленина. Арка Дружбы Народов впереди, перед вами. Это твой навигатор спецом или что? Он нас повёл, чтобы мы показали всем подписчикам, зрителям, показали вечерний Киев красивый. Смотрите. Лайки поставьте. Спасибо. Как машина? Смотрите, люди на Крещатике очень довольны. Очень довольны. Музей Медуз вон прямо есть. Не знал я о нём. Жлобус, Метроград. Всё тут рядом. Мы здесь. А здесь справа, смотрите, ресторан столичный был. Сейчас давайте я вам расскажу. У меня у товарища была в нём свадьба. И на днях я смотрел интервью Гордона с Гинзбургом. И это его земля оказалась. Вот видите, тут забор нету. Нету ресторана столичное здание. И он с Трампом вёл переговоры, чтобы построить здесь Трамп. Как называется здание? Трамп Тауэр построить. Можно направо поедем? Да, да, давай направо. Мимо Верховной Рады поедем. Направо однозначно лучше будет, Макс. Там, оно хоть там и тянется, но оно там быстрее будет всё равно. Там такого потока нету. Уходим вправо. Гостиница Днепр. И вот это Гинзбурга земля. И так они что-то с Трампом потом кризис начался. Так, друзья. Парковая аллея. Славно известная тут. Виктор Федорович построил здание с площадкой вертолётной. Ну, чтобы летать на работу. Думал. Думал о себе человек. Так, ну что, тут стоим. Ну, тут сейчас везде вниз. Даже если заглохнем, вниз будет завестись несложно. Да, 44 километра позади. И вот это здание, на которое потрачено миллиарды. Истырено ещё больше, наверное. Ну, миллионы, наверное. Может, и миллиарды. Что, сколько? Пять миллиардов. Пять миллиардов? Да, да. Да, ну ладно. Пять миллионов. Не, миллионов пять точно не может? Яна звонит. Поговори. Алло. Это навигатор так ведёт. Да, поздновато немножко выехали. На пару часов раньше, как планировали, вообще было бы идеально. Погадывать непонятно. Сейчас 34 минуты, 11 километров. Так, по Парковой спускаемся к набережной потихоньку, потихоньку. Тянучка, пробка. Ну, и ползём, ползём уверенно. Ползём уверенно. Сейчас вот и брусчатка. Ты знаешь, достаточно комфортно. На девятке, я вам скажу, по этой брусчатке не слышно голоса. Охрипнуть можно. А здесь ещё довольно неплохо. Слышишь, она в таком боевом виде. Мы едем по центру. И даже в этом виде, таком, ну, выленившем, выгоревшем, как правильно сказать. Уставшим, измотанным. И она вызывает столько у людей положительных эмоций. А если её чуть-чуть даже освежить, уже будет. Она и так прекрасна. Её технически надо посмотреть. Но по сравнению с Бессмертной Копейкой, она просто новая, друзья. Она просто в идеальном состоянии. Я даже не мог домкратом выбрать металл. Металл живой, да. Домкратом пытались рихтануть. Макс упирался. Техники все живые, нету. Да, дырок нету. Живой кузов. Хорошая машина, хорошая. Действительно, так и есть. Спускаемся. Вон набережная тоже ползёт. Но тут уже сейчас поедем мы побыстрее. Да, подвеска, ты знаешь, меня в жёлтом очень удивила. И тут достаточно... Ну, они же, в принципе, аналоги... А, нет, задняя тут совсем другая подвеска, чем в 966 и в 1968. А передняя похожа, наверное, торсионная. Но нормально идёт, достаточно комфортно, я вам скажу. Просто хорошо сделанный мотор. На хорошем масле, я думаю, можно нормально его эксплуатировать. Ну, карбюратор, я не знаю... Влад сказал, что он на белом, на котором мы были в выходные, маньяк этот страшный просто человек, сказал, что карбюратор, конечно, лучше вставить в Жигулёвский. Потому что он однозначно работает лучше. Это не Витя едет. Если они-то с машиной должны тоже ехать. Западная водка еще. Слышь, не зря я переживал, чтобы яму залатали. Видишь, нам сейчас через неё придётся ехать. Но там дальше опять пару ям выбило. Какое-то, видно, место слабое. Да, хорошо. Да. Валим по нашему мосту любимому. Вот он, левый берег вдалеке. Сейчас покажу на горизонте его. Без... Без этого... То хура тут у нас. Ну, давай в этой полосе или что? В этой? Да, там просто потом... Я там перекрыл. Придётся в среднюю всё равно перестраиваться. Потом перестроят, потому что сейчас яму тут упадёт. Да, да. Ну, яму залатали там. Да? Там две маленьких. Ну, конечно, я столько звонил. Залатали ямы. Всё. Вижу, тут подлатали, но оно проваливается. Проблемы тут с этим мостом небольшие есть. Сейчас покажу яму, которую починили благодаря нашим усилиям. Ну, тут он справа выбило. Но ту огромную, очень опасную, её залатали. Там сейчас две маленьких сегодня я ехал, видел. Вот, видишь, латки? Вот сейчас будет по центру латка ещё большая. Девочки тут стояли с порванным, с погнутым диском, со спущенным колесом. Вот сейчас где-то слева она, эта яма наша известная. Где она? На, не доехали. Вот где-то, где-то, где-то. Вот она, смотрите, большая латка, огромная. А тут дальше вот несколько, видишь, несколько новых ям уже появилось. Ну, они не такие большие, но одна опасная, и тут справа тоже. Так, нам в средний ряд надо. Там вон кто-то с мигалками. Перекрыли движение, смотри, авария, наверное, большая. Наверное. Порулил я немножко, пока Макс по телефону говорил. И рулит оплёточка, слышишь? Где-то я уже её видел, на этом, на газике твоём была, да, такая? Да, тут авария в средней полосе. Макс включил дальний, говорит, сейчас будет плохо. Тут неосвещенный участок, надо звонить Витальке. Я, правда, звонил пару раз, но много лет здесь не светит, вот как открыли эту дорогу. Так свет и не работает на этом участке дороги. Ну, она как бы несложная здесь, но, тем не менее, фонари стоят, света нет. Вот на этом светофоре меня тянули на залу пазли. Прямо, прямо едем. Прямо. Прямо, по-любому, лучше будет, потому что там, конечно, есть немножко затык, но я не думаю. По сравнению с тем, что мы проехали, я думаю, тут уже будет легче. Одним глазом вижу вроде далеко, вторым вроде близко. Эффект мультипликации в этой машине есть. Я думаю, что ты так как-то едешь, не уверенно. А тебе эффект мультипликации усложняет движение. Стекло волнами лобовое, и Макс так видит по-разному. Одно и то же препятствие. Тут я перегрел в этом месте свой мотор гран-чуроковский. Так обидно как-то, по-тупому, блин, получилось. Там доишников нету? Давай направо, давай направо, направо, давай направо, и сразу налево. И вот тут сразу налево. Вот тут крути налево, крути налево. Так у нас нету левого поворота. Ничего, впишемся, давай. Где я, она за нами, нормально. Что тут, как по бездору идем? Сейчас, друзья, оффроуда кусок здесь. Жесть вообще. Все, прошли оффроуд. И валим, валим уже на базу. Уже недалеко, 5 км, 6 где-то осталось. Просто по прямой, просто по прямой практически. И тут нам повезло. А мы сейчас внизу, да, постоим. И загорится зеленый. И мы, блин, стартанем. Чтобы на подъем. А как раз, как раз нормально все. 58 километров проехали, говорит Макс. Это, я тебе скажу серьезно. Это мы уже на полпути в Крым почти доехали. Ну, не совсем, но до Белой Церкви почти. Да, в Монголию на нем долго, мне кажется, будем ехать. Не, если подремонтировать, то будет быстрее. Не, ну, 85 он ехал очень уверенно. Я не знаю, за счет чего. За счет чего он такой бодрый. Только там 20 км. Нормально. За счет небольшого веса, наверное, все-таки. Все сигналят, нас приветствуют. Но все, финишная прямая, потихонечку. Сейчас я думаю, что такое. Какие-то звуки. Все отлично, это просто ямы такие бугры. Ямы сильные, да? У нас такие бугры просто как колесо машины. А, я понял. А, да, бугры тут сильные на асфальте. Я уже испугался, думал, что-то с ходовой. Все нормально, все, едем. Колеса мы даже не проверили. Закручены, не закручены. Просто завели и поехали. Это шок. Приближаемся к вокзалу Дарнинскому. Проехали через весь... Пересекли просто весь Киев. Просто с самой дальней точки в самую дальнюю. Пересекли полностью Киев. Так как ей сложно управлять настолько, вы себе не можете представить. Это только Макс мог это сделать. Я вам сейчас его покажу, чтобы было хорошо видно. Включил свет. На память. На память, да. В ближайший год я машины не перегоняю. В ближайший год. Так что последняя запись только через год. Кто-то что-то хорошее предложит, кто перегонит. Наверное, первую включил. Не, говорю, первая запись... Первая запись. Через год. Через год. Ну, год через два дня. Так что, в принципе, через один день даже. Следующий год уже завтра. Так что можно будет что-то перегнать еще. 59 уже, Руслан. И 300 метров. Что-что? 59. Вот и Яна. Как туристы. А? Как туристы. Навигатор повел по всему Киеву. По всему Киеву, да, да. Как туристы, это точно. Закрыли дверь. Говорит, Яна, мы как туристы. Блин, тут немножко отпадают запчасти на окне. Ну, мы их вернем на место. Черт, обидно там. Молнинг цельный идет с куском. Ладно, поправим потом. Все, Дарницкий вокзал пролетели. Так что там, на счетчике? Прямо, прямо вали. Прямо, Макс. Пока зеленый. Блин, бодро ускоряется реально, да? Очень бодро едет машина. Ох, как мягко по рельсам прошли. Смотри, вообще шикарно. Шикарно просто. Несмотря на короткую, очень короткую колесную базу, машина очень нас порадовала. Своим комфортом. Просто вообще, это фантастика. Это фантастика. Смотри, какая ручка переключения передачи. Где? Красивая, слышу. У меня у деда была только с кораллом таким красивым. А тут что это, слышишь? Внутри. Каприолет. Каприолет, да? Старый какой-то, да. Да. Да, проехали технарь мой. Справа дом мой. Бывший. А дальше мой любимый родной радиозавод. Надо люстру ставить, чтобы свет просто ручный, да? Люстру ставить? Да нет, диоды просто фары поставить и отрихтовать. Да нет, они смотрят вон так. Нет, отрихтовать. Нет, у Влада очень классный свет. Диоды поставил. Диоды поставим, новую оптику и будет огонь. А тут, наверное, оптика какая-то маленькая или нет? Ну да, какая-то типа как от шестерки, может быть. Ааа, может да. Не такая, как классическая, да, меньше. Тут в родных местах уже уверенно мы идем спокойно, без проблем. Немножко дорога тут у нас. Когда в Дарницу заезжаешь, дорога сразу. Вообще ходовая отличная. Ближе ходовая отличная, да. Ничего не стучит, да? Да, мягенько. Мягко работает. Амортизаторы походу работают. Покупка неимоверная, я вам скажу просто. Просто фантастика. Так, стекло волнами удивилось. Стекло вообще просто. Ты видишь, видно на основную камеру, видно чуть получше. А онлайн вообще такой весь просто мрачный. Ну ничего. Тут сам процесс, что мы едем. Сколько километров проехали, видно тебе? 63. 63 километра мы проехали, друзья. Вот это мы катаемся. Как-то оно нас повело какими-то просто по окружной. Я думаю, уже давно бы мы приехали, да, наверное? Думаю, да. Но зато не было бы такого красивого онлайна. Ёлку не посмотрели. С ёлкой. С центром Киева. С Крещатиком. С Майданом. Всё, проехали. Так, вот тут меня бородач сюда заправляться притащил с танковой. Это легендарное место до танковой. 500 метров до танковой. Мы всегда говорим в этом месте. И мы валим. Танковый завод справа. Как отрабатывает. Отрабатывает подвеска. Макс в шоке. Я сам в шоке. Так это ещё и невысокая резина стоит. Я, да, кстати, это не родная. Я от Жёлтого также был в шоке, как он отрабатывает. Ты понимаешь? Максу позвонили. Говорят, 9-ти бальные пробки по Киеву. Это мы через 9 баллов. Так это мы ещё круто проехали. Да, это мы ещё коротким путём. Это мы коротким путём. Это ещё у тебя спасибо твоему навигатору, как мы пролетели удачно. 9 баллов по Киеву пробки. Жесть просто. 200 метров до танковой. И мы к суровому залетаем. Ставим на парковочку. Так, осторожно. Тут справа уступаем. Помнишь же, да? Да, да, да. Сейчас надо вторую подсос. Давай. И притормаживать. Ужимать сцепление и притормаживать. Макс уже приспособился к управлению. Не, не, прямо нам, прямо. Я не понимаю. Я не подать. Вот я не жукьяна. Так, к Оксу. Так, справа танковая, друзья. Вот они эти места. И я думаю, мы его протестируем на танковой. Ну, мы оценим сначала, что с ним делать. Вообще жалко, конечно, его так, если истязать. Ну, посмотрим. Не проехали? Не, не проехали. Все, поворачиваем. Что там, встречка далеко или близко? Не пойму. Да, да, да. Крути влево. Да, да, да. Мы доехали. Вот тут, кстати, для теста очень четкая дорога. Ты представляешь, как он глотает ямы? Свет, свет символически больше яна, да, нам светит сзади. И только силуэт горбатого. Теперь слышишь? Ну, теперь мы можем спокойно на оффроуде говорить. Я сказал горбатый. Горбатый выезжает на горку. Давай, чуть вперед. Там, может, свободнее есть где-то дырка. Вы не поверите, но мы наконец-то доехали. Все, паркуем сейчас. Это невыносимо было. Сейчас пик. Предновогодние пробки. Ехали целую вечность. Так, друзья, ну. Мы приехали. Что-то с бампером тут чуть-чуть. Или-то мы когда дергали, заводили. Это жесть просто. Красиво долетели. Что тут скажешь? Да, шпаклевка, да, старый. Ну, машина достойна внимания. Одно только то, что она стояла 4 года. Мы ее завели и проехали через весь Киев по всем пробкам. Это круто. Подписывайтесь, делитесь. Всем спасибо большое. Кто смотрит, кто подписан, кто... Хорош! Ну, с Запорожица я вам скажу. Испытание прошло не из легких. Доехал своим ходом. Все просто... Отлично. Неужели мы доехали? Мы доехали. Что там, как младше? Нормально. Подготовлен к суровым. 9 баллов сказали пробки. К суровым. Как тебе внутри было ехать? Как в Rolls-Royce. Так и... Макс вышел из меня. Да все, заканчивай, не угонят, я думаю. Хватит тут. Руслан. Вот они. Ключи. Я думаю, со временем можно открывать музей. Тут дверь закрыли. Музей ЗАЗа. Музей ЗАЗа, да. Да, у тебя уже... У нас уже очень их много собралось. Да, доехали четвертые там. Много поколений у нас уже, да? Да, все поколения. Да, вот и все, финиш. ЗАЗ на... ЗАЗ на парковке. Ты понимаешь, когда открываешь... Не у меня, она спрашивает, комфортно нам сиделось. Когда открываешь окно, то четко. Плечо как раз попадает в окно. И сидеть удобно. А когда окно закрыто, немножко тесно. А ноги как? Да ноги, не, ноги нормально. Ноги нормально. Ну, в общем, вот так мы долетели.